В центре политика. Здравствуйте, я Алексей Рожин. Начинаем нашу программу с традиционного рейтинга, составленного экспертами Агентства политических новостей Нижний Новгород. Политические лидеры. Сергей Белов, глава администрации Нижнего Новгорода. Посетил Нижегород пассажир автотранс, после чего поручил провести там комплексную проверку. Наведение порядка он потребовал и от руководства этого предприятия. Илья Савинов, активист ОНФ. Вообще-то в лице Ильи Савинова надо отметить все Нижегородское отделение ОНФ, которое не постеснялось вывести на чистую воду и энергокомпанию, работающую по завышенным тарифам, и чиновников, которые эти завышенные тарифы утвердили. Теперь надо доводить дела до суда. Юрий Лебедев, экс-мэр Нижнего Новгорода. Пока конкуренты Лебедева отстраняют друг друга от участия в выборах, Юрий Лебедев спокойно и по-деловому встречается с сормовичами, беря на карандаш конкретные проблемы района. Конечно же, это более правильная позиция, чем писать жалобы на соперников. Политические неудачники недели. Валерий Шанцев, губернатор Нижегородской области. Громкий скандал разразился вокруг проведения областным правительством аукциона по открытию в коммерческих банках кредитных линий на 8 миллиардов рублей под высокий процент. Все разговоры губернатора и его приближенных об особой стратегии оказались только словами, дымовой завесой. Дмитрий Оржанов, владелец и генеральный директор ТНС «Энерго». Несмотря на уплату 2 миллиардов рублей и возмещение ущерба, нанесенного бюджету неуплатой налогов и на увольнение управляющего директора ТНС «Энерго» НН, расследование продолжается. На минувшей неделе Следственный комитет заподозрил руководство компании в выводе средств организации на личные счета в зарубежном банке. Сергей Кузнецов, депутат Законодательного собрания Нижегородской области. По объединенному иску конкурентов, снят областным судом с выборов в региональный парламент. Нарушения, допущенные Кузнецовым, судя по всему, серьезные. Например, ряд подписей ему собирали члены УИКов, что запрещено законом. Тяжела доля самого движенца. Нижегородская область возьмет у коммерческих банков взаймы еще 8 миллиардов рублей. Электронные аукционы назначены на 29 августа, объявление об этом уже размещено на сайте госзакупок. Именно этот пункт отметили эксперты АПН Нижний Новгород в качестве одной из неудач губернатора Валерия Шанцева. Правительство Нижегородской области возьмет взаймы у коммерческих банков еще 8 миллиардов рублей. Электронные аукционы пройдут 29 августа. И объявление об этом уже размещено на сайте госзакупок. Председатель профильного комитета ЗАГС Собрания считает эту операцию технической и не видит поводов для беспокойства. Иногда происходит перекредитовка, вот такая, как сейчас. То есть одни кредитные линии закончились, они погашаются в свое время срок, берутся новые кредитные линии у коммерческих банков. Это делается, еще разочек, в целях исполнения нашего бюджета Нижегородской области и в соответствии со стратегией управления государственным долгом. Однако представители оппозиционных партий в законодательном собрании уже назвали это решение странным и нелогичным. Напомнив, что меньше двух месяцев назад, 22 июня, областное правительство разместило облигационный заем на 10 миллиардов рублей. При этом подчеркивалось, что стратегической линией является сокращение доли дорогостоящих кредитов коммерческих банков за счет увеличения доли длинных заимствований и кредитов федерального бюджета под символический процент. Председатель бюджетного комитета отвечает оппонентам, что процедура аукциона подразумевает предложение по снижению ставки и ни о каких 14 процентах годовых на самом деле речь не идет. Подобные аргументы не убеждают депутатов от оппозиции, которые критикуют сам подход областного правительства к кредитной политике, возражая против новых займов у коммерческих банков. Депутаты требуют от губернатора и правительства пересмотреть принципы расходования бюджетных средств. Деньги надо направлять только на серьезные проекты, стимулирующие развитие промышленности, на поддержку сельхозпроизводителей и на социальную защиту. При этом надо перестать платить из бюджета за комфортную жизнь чиновников и пресечь схемы вывода денег. О том, что можно жить не увеличивая и без того немалые долги, наглядно свидетельствует пример Нижнего Новгорода. Буквально вчера опубликован отчет городской администрации, из которого следует, что с 1 января 2016 года муниципальный долг возрос всего на 29 миллионов рублей, то есть меньше, чем на полпроцента. Оказывается, можно и не брать взаймы, если ответственно и профессионально проводить кредитную политику. А теперь поговорим об окончании кампании по выдвижению политических партий кандидатов самовыдвиженцев на предстоящие выборы. Будет ли продолжена борьба с клонами и насколько важен региональный фактор на местных выборах? В студии столицы Нижний социолог Александр Прудник. Здравствуйте, Александр Алексеевич. Здравствуйте. Александр Алексеевич, нам предстоит с вами, наверное, подвести итоги кампании по выдвижению кандидатов в Госдуму и в ЗАГСО. Как вы считаете, чем она запомнилась для избирателей в первую очередь? Может быть, даже для самих кандидатов? Да, для избирателей вот это выдвижение в первую очередь запомнилось праймерис Единой России. Надо сказать, что это была очень шумная кампания, привлекла общественное внимание. И на самом деле на протяжении где-то полутора месяцев это было единственным и главным политическим событием. И сколько бы ни говорили о том, что это никому не интересно и что это чисто формально, а тем не менее общественное внимание было сфокусировано на этих праймерис. Поэтому да, этим запомнилось. Второе, чем запомнилось удивительно, это опять клоны, опять двойники. С которыми никто не знает, что делать. Да, формально с ними почти ничего нельзя сделать, потому что формально все делается по закону. У человека есть право сменить фамилию, имя и отчество. Он этим правом воспользовался. Из-за того, что человек воспользовался именно этим правом, не следует никаких ограничений юридических его правоспособности выдвигаться и быть выдвинутым кандидатом. И это вот юридическая коллизия. У нас были выдвинуты как раз двойники, но мы должны сразу отметить, что ситуация поменялась. Если, например, двойники на выборы в городскую думу были выдвинуты и ничего никто не сделал, а уже двойника, например, Вороненкова просто-напросто снял уже цик. И очень интригующая ситуация у нас связана с тем, что у каждых выборов, в том числе и у нас, есть федеральный аспект, где все интересуются, единая Россия сколько наберет, и где и сколько человек пройдут из федерального списка. А в каждом списке каждой крупной партии вот эта федеральная часть присутствует. Это одно измерение компании. Но есть второе измерение, региональное. О региональном измерении, конечно же, не говорят по центральному телевидению. Там будут говорить о процентах именно партий. Но региональное измерение имеет большое значение для внутриполитической жизни каждого из регионов. Потому что по результатам выборов определяются позиции различных политических групп в элите. Кто усилил свои позиции, кто ослабил. У кого рычагов влияния появилось больше, у кого меньше. Потому что с помощью выборов можно продемонстрировать. Свою силу. Свою силу. Что ты умеешь. Каков ресурс кадровый, ресурс связи. Административный. На самом деле тебе сейчас подчинен. И для представителей элит это является важным символом. То есть после каждых выборов происходит перераспределение сил. Происходит перетекание. То есть появляются перевесчики. К более сильному. И у нас в Нижегородской области, в общем-то, не исключением. Та же самая у нас ситуация. Поэтому все понимают, что формально, хотя есть какие-то, скажем так, у нас победит на выборах, например, в УЗС, все понимают, что победит Единая Россия. Но все считают не кандидатов от Единой России, а к какой элитной группе принадлежит каждый кандидат. Вот это самый главный вопрос этих выборов. Александр Васильевич, спасибо большое за участие в нашей программе. Пожалуйста. На этом все. Увидимся ровно через неделю. Смотрите, читайте новости на столице Нижней. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»